Итак, доброго времени суток, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня у нас будет не обзор, а такой экскурс в прошлое. Мы посмотрим на некоторые проекты, которые когда-то существовали, отличались какими-то своими интересными фишками, но, к сожалению, на данный момент их нету. И первым мы рассмотрим когда-то существовавший проект Амерта. Проект был достаточно интересен на тот момент и даже имел некие фишки, которых нету на проектах нынешнего времени. Так, например, одно из них это было украшение центра Ковалы какими-то интересными зданиями, которые я видел только на этом проекте. Вот такие вот ларечки там стояли, автобусные остановки, которые были не просто так. Но самое интересное, что было на этом проекте, это рабочие занятия, которые можно увидеть вот только сейчас, в 2021 году, например, на проекте Monopoly или вот сейчас недавно ввели на проекте Arsenal Game. А это работа водителя автобуса. Она распространена на проектах GTA, но тогда еще не было проектов GTA. Но на проектах ARMA такую работу не встретишь. А там в начале 2018 года эта работа уже была. И была сделана на тот момент, надо не забывать, что это был 2018 год, начало 2018 года. Работа была выполнена очень хорошо. Было депо, автобусное депо, где мы брали маршрут. Вот вы это сейчас видите. Видите, потом проезжая по маршруту, через всю карту загоралась надпись «Остановка». И остановки имели название. Вот даже на том же арсенале просто загорается метка, где вам надо будет остановиться. А здесь, это можно увидеть на видео, загоралось название. Название того поселка, где у вас будет остановка. Естественно, там стояли вот эти вот остановки. Подъезжая на остановку, включался таймер. И вам надо было ждать то ли 12, то ли 15 секунд. То есть то, что сейчас воплощено на проектах GTA 5. А это, опять повторюсь, начало 2018 года. И там уже была вот такая вот работа. Проект был прикольный, интересный. Помимо вот этой работы автобусника, которую я сейчас показываю, была еще и переделана работа дальнобойщика. Но я ее не смог заснять по той простой причине, что нужны были летные права. То есть здесь доставлять грузы надо было не на хинте, как это обычно, а на вертолете. Те же самые точки, только на точках стояли площадки для приземления и разгрузки. Вот и все. Было заменено. И этим люди, в принципе, с удовольствием пользовались. Пролетать на вертолете гораздо интереснее, чем тащиться через всю карту на хинте. Вот такой вот интересный был когда-то проект, но, к сожалению, судьба его сложилась очень печально. Так как разработчик, имея вот такое вот богатое воображение и желание развивать свой проект, к сожалению, не умел пользоваться или не знал, как пользоваться теми механиками, которыми, ну, просто нужно уметь пользоваться разработчику. Насколько я мог понять на тот момент, у него не было исходных кодов карты, и он, пытаясь снизить очень плачевный FPS, просто удалял здание. А просто удаляя здание без редактирования этого в специальном редакторе, в общем-то, процесс абсолютно бесполезный. Он удаляет здание, но сервер это здание сначала прогружает, потом он это здание переносит в инвиз, то есть вы его не видите. Он, это здание есть, но вы его не видите. Поэтому серверу это становилось как двойная нагрузка. И очень-очень был печальный FPS на проекте, и проект сам по себе был очень нестабильный. Постоянные пролаги, фризы, поддергивания. Ну и как результат, проект, в общем-то, не нашел популярности, просуществовал около двух месяцев и благополучно закрылся. А жаль, конечно, потому что задумки автора были действительно интересны. Так, например, я, к сожалению, не смог скачать вторую часть этого обзора. Почему-то YouTube не дает мне ее скачивать и все. То есть дает скачивать, но пишет 4 часа, ждите. Но этого я ждать не могу. Ну, он мне показывал, разработчик этого проекта, какие у него, например, здесь сборщики. А вместо обычного стандартного сборщика с квадратной вот этой вот коробкой с вентиляторами, он применял краны. Краны на базе КРАЗа, краны на базе КАМАЗа. И это уже выглядело интересно. Он хотел отойти от этой коробки еще в те года. Вот этой черной коробки с вентиляторами. Не знаю, что это за хреновина такая. Но вот, к сожалению, не какое-то неумение или непонимание, как надо работать с картой, ну и вообще вот целиком, привело к тому, что на проекте было очень мало людей. Ну и он закрылся. И мы переходим к следующему проекту, который мне тоже в свое время очень и очень понравился. И называется этот проект ZOS. Zone of Survival. Вообще, это был целый кластер проектов. У них были и Arma 3 Life, и Days, и по-моему, даже Days у них есть до сих пор. Ну вот у них был и вот этот вот проект ZOS. Который, как я и сказал, меня удивил, когда я на него пришел. Пришел я на него с обычного проекта, с юнионского. И, в общем-то, видел только те рабочие занятия, те механики, которые были тогда на то время в юнионской сборке. Здесь же было все. Вот вообще все. Проект был так набит, вот знаете, как, не знаю, рождественская индейка. В нем было все. Помимо того, что была жажда и голод, было еще и потребности других характеров. Так, например, нужно было в определенное время ходить пописать, покакать. И стояли туалеты на проекте. Туалеты платные. Ну, можно было это делать и в кустах. Но были еще и другие потребности. Интересно было именно это. На самом деле, это достаточно надоедливая штуковина. И через какое-то время, когда ты уже привыкаешь, то эти потребности только нагружают игрока на самом деле. Но было интересно на это посмотреть. Как еще может выглядеть арма не только с жаждой и голодом, а еще вот с такими вот потребностями. Сходить по малому или сходить по большому. Также тогда там стояли и банкоматы, которые требовали вставлять карточку. Ну, причем карточка вставлялась автоматически. И шла анимация, карточка ВТБ, работали клавиши, надо было набирать пин-код и только после этого заходить в меню банкомата. Я и сейчас нигде не видел и не вижу такого. А там это было в те времена. Как я сказал, проект был набит просто. Набит интересными, уникальными штуками. На самом деле, про него можно было рассказывать. И я даже готовил 4 серии. К сожалению, на второй серии у меня умер компьютер. И вообще, это было последнее мое видео, которое я снимал по армии в то время. А так вообще про него можно было бы рассказывать очень и очень долго. Чего здесь только не было. Я иногда хожу по проектам и говорю, что, например, на проектах GTA сделана сдача экзамена таким образом, что вы ездите по триггерам. А на некоторых проектах эти триггеры ставятся в огромном количестве. И вам надо минут по 20 ездить просто по всему Лос-Антосу, по этим триггерам. Здесь же было сделано вот то, что я и говорю, и все время на многих проектах. Здесь была сделана площадка для сдачи экзамена. Занимало это меньше минуты. Вы ехали по площадочке, заезжали в гаражик, все. Площадка огорожена, вам никто не мешает. Выглядит прикольно. Но вот почему-то этого никто нигде не делает. А там это было еще в то время. Не надо ездить часами по тому же Лос-Антосу или паковали, или еще где-то. Быстренько заехали на площадочку, прокатились. Играет в это время прикольная музыка. Но ее, кстати, нельзя было включать, потому что играла популярная музыка. Но тем не менее. Выглядело это все очень и очень прикольно. И как я уже и сказал, про этот проект можно было бы рассказывать часами. Настолько здесь все было интересно. И точки добычи ресурсов. Там если это какая-то горнорудная промышленность, ты обязательно будешь спускаться либо в шахту, либо пойдешь в какую-то пещеру. Все было сделано очень энтуражно. Даже в магазинах здесь продавалась такая техника, которая на остальных проектах того времени шла либо по випке, либо еще каким-то другим образом. Здесь это все продавалось за внутриигровую валюту. Автобусы, там длиннющие машины. Здесь было все. Как я и сказал, проект просто был набит всякими диковинными штучками. Даже NPC-шки, которые стояли в магазинах, имели лицо на тот момент очень популярного сериала «Лост» «Потерянные». Даже NPC-шки стояли с лицами из этого сериала. Был публичный дом, в котором были шлюхи, и от которых можно было заразиться. Был докторишка, который хохотал над вами. Очень много всего интересного было на этом проекте. Все даже и не перечислишь, насколько он был набит. Действительно набит. Но пик популярности этого проекта был на тот момент, когда он был, так сказать, на нелегальном положении. Когда он стоял на пиратском сервере. И как только разработчики решили выйти из тени и сделали легальный, то есть могли заходить те, у кого лицензия, лицензионная арма, проект почему-то потерял свою популярность. И вот когда я на него делал обзор, здесь было всего 6 человек. Ну и соответственно проект с таким онлайном долго не просуществовал. И тоже, как и многие, он закрылся. А было очень-очень жаль, потому что действительно на проекте было столько всего интересного, чего не увидим даже на нынешних проектах этого года. Одна только завершающая сессию буря, чего стоило на этом проекте. Она действительно сметала всю технику, которую вы не припарковали. И тут уж как повезет. У меня на глазах, например, мой не припаркованный вертолет улетел в небо. Меня же самого сдуло в кусты. Буря имела еще какую-то физическую, физическое явление. Она реально двигала предметы, персонажей. Было сделано очень красиво. Действительно, если вы не припарковали, ну тут уж как повезет. Если буря сдвинет и разобьет ваш транспорт, значит до свидания. Было сделано действительно достойно. К сожалению, проект, как я уже и сказал, очень быстро, после того, как он вышел на легальное положение, он закрылся. И на данный момент его нету. Ну и напоследок, наверное, поделюсь какой-то информацией. Может, для кого-то это будет неким лайфхаком. Очень часто мне спрашивают, да, как называется проект, как найти какой-то проект, где найти этот сервер, как найти IP для этого сервера. Сделай, пожалуйста, топ серверов. Где ты находишь эти сервера? Все беру вот здесь. Army News. Вот эта группа. Вообще, я пользуюсь всего двумя группами. Вот она, первая у меня, видите, в рейтинге. Army News. Ну, потом идет Хроника Хаоса. Это на эту игру меня подсадили еще в офисе. Поэтому теперь, как дурачок, в нее играю. Дальше идет моя группа и вот еще одна. Тоже, видите, A3 News. Arma 3 News. Новости, роли, плей, GTA 5, Days. То же самое и здесь. Army News. Новости, РП, Arma 3, GTA 5, Days. Всю информацию я получаю вот отсюда. Сюда выкладывают люди с серверов, своих проектов. О дате открытия, о том, как идет разработка. Именно отсюда я и получаю всю информацию. То есть, кто-то сюда выкладывает, да, я ставлю на карандаш, что вот такого-то, такого-то числа должно быть открытие. Все, я себе поставил галочку и, в общем-то, все мои обзоры можно отследить вот по этой вот группе. Видите, например, вот Кавказ, да, это был последний мой стрим. Вот отсюда я его и взял. Здесь, как можете заметить, даже есть CS GO. Не знаю, как он сюда попал. Все то же самое, но далее, видите, идет Амазинг РПГ. Если посмотреть, то у меня один из последних, по-моему, там, третий с конца, как раз был стрим с Амазинга. Был у меня обзор на Оникс. Далее читаем Арсенал. Арсенал-то понятно. Эльбрус, ПВЕ, ПВП. Ну, это вообще уже пошла тема про Дейз, которого, кстати, у меня нету. Но все равно я держу это как-то у себя в памяти, в голове, что вот есть такие сервера. Может быть, когда-нибудь куплю и буду тоже этим заниматься. Как по Арми, так и по ГТАшке, так и по Дейзу вся информация здесь есть. Но надо понимать, что данная группа не создает сами новости. Они не делают новости. Они принимают новостные посты от игроков. Чтобы не быть голословным, я решил закинуть сюда свое видео. Просто взял и закинул его. Я не размещал здесь никогда видео, но, как видите, вот, за 16 число мое видео они приняли. Кинул я его 15 вечером и 16 в 6 утра вот уже оно было здесь опубликовано. То есть от любого игрока здесь могут принять какие-то новости. Даже если про этот проект, который вам интересен, разработчики того проекта, например, не знают про эту группу, то кто-нибудь из участников той группы все равно кинет сюда репост с этой информацией. Поэтому я беру ее отсюда. Здесь еще есть мои видео. Кстати, вот и информация про ТС с проекта Кавказ Алтис Лайф один из последний мой, кстати, стрим был. Вот я отсюда беру всю информацию. Вот, пожалуйста, мой предпоследний стрим, да, Арис Алтис Лайф. Ну, и вот здесь, вот, например, мое видео по Новосу. Это выкладывал не я, когда это было, 3 июля. Это выкладывал кто-то. Кто-то зашел, посмотрел, ему понравилось или не понравилось, не знаю, и кинули сюда. А, вот, еще и мой стрим сюда, кстати, попал. За одиннадцатая, а это за третья. Это тоже делал не я. Это не моя инициатива, это кто-то из зрителей, видимо, кому-то понравилось, он взял и предложил это вот этой новостной группе, и они его приняли. Ну, вот, уже, видите, пошло по ГТАшке. В общем, вот такая вот группа, очень много всякой информации полезной. Сейчас, например, если вы знаете, закрылся сайт с плагином для АТСки, да, Task Force, больше его там не возьмете на этом сайте, он закрылся. Ну, вот, если кому-то, у кого-то будут проблемы с этим плагином, тоже можно вот в этой группе его найти. Вообще, очень много интересных новостей для тех, кто, например, любит какие-то срачи, разборки, ругательства, это тоже здесь есть. Ну, какая новостная группа без желтой прессы, да, здесь тоже это есть. Если кому-то интересно, кто-то хочет поучаствовать в каком-нибудь срачье, там, в разборках, это все тоже здесь можно найти. Если кто-то держит сервера, здесь выкладывается информация по хостингу для серверов. Тоже можно, кстати, размещать сервера на хосте, который предлагается здесь. В общем, как итог, могу оставить ссылку, наверное, да, я оставлю ссылку под видео, вот на эту группу. Здесь, ну, наверное, максимум информации по всем трем направлениям. GTA, Arma 3 и Days. Я понимаю, что название у группы достаточно сложно, и может быть, в поисковике вы не найдете Army News, новости РП, Arma 3 GTA 5 Days. Ну, достаточно такое длинное название, но еще Army News. Поэтому я оставлю, наверное, ссылочку. Кому интересно, заходите. Кто просил топ серверов, пожалуйста, вот вам топ серверов. Даже мне и заморачиваться не надо. Кстати, сюда еще можно и добавить свой сервер, если вы видите, что вашего сервера нет, это касается уже разработчиков, то вот, пожалуйста, как добавить свой сервер. Нажимаем, и вот вам кратко, видите, бесплатно, да, свяжитесь с разработчиком. То есть, добавить свой сервер сюда, это абсолютно бесплатно. То же самое и по какой-то информации. Здесь не берут, я проверил, я кинул свое видео, с меня ничего не попросили, просто его сюда разместили. Ну, и в принципе, как вот сбор информации, группа достаточно неплохая. Как говорится, я бы вам посоветовал. Сам ей пользуюсь, беру информацию в основном отсюда. Да, еще хожу по некоторым группам, которые более профильно направлены, но основная группа, в которой я беру всю информацию, это вот Army News. Самые свежие новости только у нас. Ну, будем верить им на слово. Поэтому смотрите, если кому-то интересно, ссылочка на эту группу будет в описании. Так что, больше не спрашивайте у меня, где я беру эти проекты, где я беру информацию на эти проекты, какой топ проектов, какой лучше, где лучше онлайн. Вот здесь вы можете найти все, что вам будет необходимо знать про одно из этих направлений. Ну, и на этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. Заходите, играйте в игры, подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. Ну, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok